В клинике внутренних болезней наметились очень важные, хорошо обозначенные тенденции. Одна из них это увеличение, значимое увеличение количества больных, страдающих недостаточности кровообращения. Бесспорно, это успехи. В первую очередь успехи внутренней медицины. Больные переживают, и мы научились хорошо лечить острые сосудистые катастрофы, значительные успехи в области сердечно-сосудистой хирургии. Но такое увеличение количества пациентов с недостаточности кровообращения повлекло за собой особый интерес к этой проблеме. Увеличение количества крупных, важных, проспективных исследований. И результаты этих исследований отражаются каждые пять лет, но в радикально изменяющихся рекомендациях. Посмотрите, как разительно отличаются рекомендации этого года и, например, 2016 года. Это очень большие изменения, радикальные изменения. Очень трудно держать все это постоянно в центре своего внимания. Поэтому научный комитет Евразийской ассоциации терапевтов принял важное решение – сформировать и провести образовательный проект, который будет посвящен недостаточности кровообращения. Мы приглашаем вас принять участие в этом проекте. Он будет построен по классическому боткинскому принципу – от простого к сложному, от клиники, от патогенеза до проведения дифференциального диагноза. И главной особенностью этого курса будет нацеленность на решение реальных клинических проблем. Не мудрствование, а решение простых клинических проблем, очень важных в повседневной практике. Таких занятий восемь. Первое занятие состоится в августе 24 числа. Мы приглашаем вас принять участие. Естественно, традиционно люди, прошедшие полный курс, получат удостоверение, сертификат о том, что прошли этот курс образования. Но самое главное, мы очень надеемся на плодотворную совместную работу. Мы очень надеемся, что эти знания, которые мы постараемся сказать, рассказать на этих занятиях, помогут решать реальные практические задачи повседневной практики. Мы пригласили для участия в этом проекте хорошо вам известных лекторов. Это те, кто в этой проблеме, кто работают и проводят научные исследования. И самое главное, являются членами рабочей группы по написанию национальных рекомендаций по лечению недостаточной скоробращения. Позвольте мне еще раз привлечь ваше внимание к этому проекту и пригласить вас принять активное участие в этом научно-образовательном проекте. До нашей встречи!